Да что там у жителей опять случилось? Жители, что случилось у вас? Что вы кричите? Коля, Коля, беда! Да какая беда опять? Я тебе говорю, что с вами случилось? Михаил Фёдорович, что с вами случилось? Привет, друзья, я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твоё желание. Жители, что с ним случилось? Опять отравился? Сейчас, подождите, я скорую позвоню. Так, телефон. Достаем телефончик. Алло! Алло! Скорая, скорая, у нас опять жители отравления. Да у вас что, каждый день отравления, что ли? Да я не знаю, что такое происходит. В общем, приезжайте скорее. В общем, слушай, Судан, у нас машина освободится через полчаса. Если вы не хотите, чтобы вы приезжали, привозите его сами. Не-не, сами приедете. Давайте на связи. Всё, давайте. Полчаса. Блин, ребята, короче, надо тут кровать жителей так переставить его на кровать, а я пойду разузнаю всё в больнице. А что это такое-то? Что это такое-то? Я не знаю, я не знаю. Хорошо, с чем? Чего? Придёшь в больницу, иди сразу к врачу. Хорошо. Они по-любому сделали анализы, по-любому знают, от чего отравление. Может, у нас вода отравленная? Ну, хорошо. Ладно, спрошу. Так, едим-то мы всё одно и то же. Ребята, всем привет. С вами я, Коля. И представляете, у нас уже за неделю третий случай отравления в нашей деревне жителей. Я не понимаю, что происходит. Но самое-то главное. Едим мы всё одно и то же. Пьём мы одну и ту же воду. Но почему-то вот третий. И причём, знаете, ребята, с периодичностью. День кто-то травится, потом нет. День кто-то травится, потом нет. Сейчас, короче, слетаем в больницу. Ой, вот, ребята, у нас больница вот там. Подождите-ка, а это сиреноголовые? А что они тут делают? Вот, ребята, вот там наша больница. Ну, подождите, откуда-то здесь сиреноголовые взялись? И дом какой-то, которого раньше не было. Так, вот это мне уже, если честно, вообще не нравится. Ну, прям вообще. Так, надо взять какую-нибудь винтовочку и посмотреть, что там такое, что это за домик-то такой. Ну-ка. Ребята, ты правда, смотрите, сколько их много стоит. Так, ну, давайте с этой стороны посмотрим. Почему-то я никого не вижу. Кто там внутри? Это же, получается, не кого-то охраняют. О, ребята, по-моему, это жуткая кукла. Там, ребят, висит картина, видите? Канады сиреноголовых, ребята, короче, просто уничтожить. Нефига себе они сильные. Так. Отлично. О, минус один, ребята, минус два. Просто издалека, чтобы нас, ребята, с вами не заметили. Потому что я вообще не хочу сиреноголовыми ничего общего никогда иметь. Так, еще один, ребята, минус. Но их там очень много просто. Представляете, нам сами нельзя вообще, чтобы нас видели. Иначе, мне кажется, такая толпа сиреноголовых меня просто сожрет. Ну-ка. Хорошо, что они сюда не смотрят. Стоят неподалеку. Я даже сирен, ребят, не слышу. Это очень здорово. Значит, если я не слышу их, то они не слышат меня. Отлично. Отлично. Что такое, я попасть не могу, ребят? О, о, так. Ну-ка, туда же, туда же, вот так вот. О, минус. Так, отсюда попаду в этого. Ох, попал. Так, этот стоит. Так. Пошел, 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 пошел. Опа. Остановился. Так, все, ребят. Остался всего лишь. Нет, там их еще куча плавает. Может быть, может быть, туда гранату кинуть. Точно. Пойдемте поближе, подойдем аккуратненько. Кинем так. У нас есть такая граната и такая граната. Пойдемте, пойдемте аккуратненько. Сейчас мы узнаем, кто там живет и что вообще там происходит. Опа. Ух ты ж. Ой, а что это такое? Так. Это что у луги? Промазал. Пока втроем их. Что у луги? О. Что происходит? Так. Ребята, вы слышали? Это жуткая леди разговаривает, по-моему. Никого нету. Очень интересно. Так. Так, вы там стоите, голубчики? Вот и стоите. Охраняйте мой домишко. Ребята, это получается ее охранники. Что-нибудь его зайдет. Там. Вон она ходит, ребята. Смотрите, там какая-то техника стоит. Там еще что-то стоит. И это получается, она здесь поселилась, что ли? Зачем? Да, очень интересно. Ладно. Надо аккуратненько. Короче, голубчики, с той стороны дома смотрите в оба. Да, там эта деревня проклятая. Проклятая? Смотрите в оба. А почему наши деревни проклятые, ребят? Смотрите, они купаются. Ну, сейчас мы туда попадем. Ну-ка. Попал? Давай, 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 давай. Блин, нет, ребят, не попал. Ладно, если вот так. Ну-ка. И. Перелет. Опять эти мерзкие жители что-то делают. Фу. Блин, ребята, я попаду сегодня, нет них. Да что такое? Так. В того должно попасть. О, ребята, слышали? Попал. Так. Ну-ка. Теперь можно подойти поближе. Так. О, отлично. Отлично. Интересно, подчиняйте. Хорошо, ребята, она не слышит. Дрекс? Ну-ка. О-о-о-о-о-о. Все. Что это получается? Ага. Добавите мне АКа 30 грамм. Что она там делает? Сейчас, ребят, пойдем, подглядим за ней. А, как? Все. Больше сиреноголовых нет. Возьмем какую-нибудь такую, более же не буйную пушечку и пойдем посмотрим, что она там делает. Да что ты бегаешь? Успокойся. Успокойся, говорю. Тихо. Все хорошо. На вас это не подействует. Это только на живых существ. Давайте подглядим в окно. Что она там? В смысле не подействует? Ага. Книжка какая-то. Тихо. Так, ну это все. О-о-о-о, новенькое надо сварить. Так, отравили. А теперь бредность. Бредность надо вести. Куда она делась? Ребята, не понял в смысле? Так, так. А что здесь была? Смотрите, там фотографии наших лошадей. А почему? Троих отравили. Надо еще четверых. Так, вот оно что. Четверых надо похитить в мой подвал. Ребята, мы, короче, подглядываем в окно за жуткой уклой. Она хочет еще четверых отравить и четверых похитить. Сиреночки. Короче, мне нужно четыре жителя для эксперимента. Да, четыре жителя. Сиреночки. Четыре жителя мне доходу. Может быть, она сейчас пойдет на поиски куда-нибудь. Ребята, мы в ее дом проникли. Сиреночки. Так. Так, вы что, оказываетесь работать? Нам надо проникнуть ее подвал. Вы куда все делись? Где тут ее подвал? Так, я не поняла. Вы куда все исчезли? Взрывное зелье, отравление, зелье отравление. Я не могу за этими мягкими жителями. В смысле? Сама сходит, ребята. Надо стать невидимкой. Ух. Надо доварить. Доварить мой зель, и все будет хорошо. А я избавлюсь от этой деревни. Тихо, ребята. Тихо, смотрите. Ух ты, шлюха, подкинула. Это что? Это такое? А, вы видели, ребята? Это как? Это что? Это кто? Кто здесь помешал мне моим планам? Ребята. Вы что? Я не понимаю. Так, это кто может быть? А может, это местные жители пришли? Как? Но тут никого нет. Это сиреноголовые, значит, организовали против меня акты. Ну, ладно. Чтоб я еще раз вас в охраньке наняла, да никогда вжим. Короче, ребята, по-моему, у нас все получилось. Придется пока здесь пожить. О, а вот тут-то есть лаборатория. Блин, ребята, кажется, нам придется уничтожить этот дом бабки, а потом заново отстроить, чтобы ее прогнать. Так, ладно, ребята, сейчас возьмем какую-нибудь супермощную. Сиреневарочка. Блин, бабка, конечно, вообще. Так, надеюсь, что статуи, ребята, потом мы отстроим с вами. Ну, другого варианта нет. Деревые усыпления будем. Так. Усыплять жителей будем, а потом притащим их в подвал. Так. Сейчас, ребята, смотрите. Ну-ка. А, отличненько. Да что за чертовщина-то такая? Ребята. Это что это? А вот здесь что-нибудь есть? Ага, у тебя ничего нет, а моя статуя так и не достроена. Что это такое, а? Как мне сделать-то? Да почему все мои планы рушатся? Ненавижу вас всех. Короче, ребята, эта жуткая леди-кукла пошла домой, а нам надо срочно, срочно лететь в деревню и делать защиту, потому что, мне кажется, она от нашей деревни просто так не отстанет. Я не знаю, может быть, конечно, стоит рассказать это все бабке Грейни, чтобы она как-то на это все повлияла. Но пока что нам самим надо сделать какую-нибудь себе защиту. Нам нравится, например, сначала поставить камеры. Жители, я все узнал. И что? Короче, короче, вы понимаете, что это отравление не какие-то там случайные. Это все жуткая кукла сделала, понимаете? Офигеть! Поэтому нам теперь надо делать защиту нашей деревни. Хорошо. Так, я ставлю камеры, а каждый будет, ну, выбирать будем кого-то дежурного, который будет следить за ними. Ага. Понимаете? Так, это все сюда поставили. Даже со стороны дома бабки надо все равно по-любому ставить камеры, потому что бабка на самом деле тоже не такая простая. Если ей жуткая леди там, например, или жуткая кукла что-то заплатит, то все, все, ребята, бабка тут же, мне кажется, будет работать именно на нее. Так что все, мы сейчас, ребята, вот так вот правильно, выпьем молоко и пойдем на разветочку, поспрашиваем у бабки, может быть, она что-то про нее знает. Но вы, ребята, обязательно сейчас нажимайте на видео, которое видите на своих экранах и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока, ребята!